Всем привет! Начинаем очередное путешествие наше. Сегодня мы посмотрим немножко Рим. Площадь Святого Петра или по-итальянски Пьяза Сан Пьетро. Площадь в стиле барокко перед Собором Святого Петра. Собор Святого Петра считается важнейшим религиозным сооружением для католиков всего мира. Ну я вот не католик, но все равно это интересно. Площадь названа в честь Святого Петра. Петр был один из 12 апостолов Иисуса Христа. Ну и говорят, что был любимым учеником его. До этого был простым рыбаком Симоном. Когда он встретился с Христом, Симон принял от него имя Кифа. Но сарамейского это означает камень и впоследствии в Англии стали использовать перевод с греческого языка Петра с камень. Христос говорил, я говорю тебе, ты Петр, и на сём камни я создам церковь мою. И врата ада не одолеет её, и дам тебе ключи Царства Небесное. И что свяжешь на земле, то будет связано на небесах. И что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах. Так говорил Иисус Христос. Говорят, что апостолу Петру приписывают ещё ко всему прочему множество различных деяний, различных исцелений больных, воскрешений умерших, ну и так далее, и так далее, и так далее. Он был первым епископом Рима в 43-м году, находился на этом посту 25 лет. И говорят, что по преданию был распят, как свой учитель на кресте, но попросил быть распятым на кресте вниз головой, потому что считал себя недостойным умереть, как сын Божий. То есть это вот такая маленькая преамбула, что теперь вот огромная площадь, действительно потрясающее место. Я тут как-то был, просто попал на проповедь Папы Римского. Потрясающее событие, вот, я не знаю, мне кажется, и верующие, и неверующие почувствовали, почувствовали ауру, которая идёт из этого места. Здесь настолько много народу, и настолько всем вот как-то внутри хорошо какое-то чувство, это чувство не передать вообще. Ну, а что теперь по площади? Работы проводились в 1656-1667 годах под руководством Лоренцо Бернини. Сложно было задачей перед ним, потому что здесь перепады высот, огромная колоннада, комплекс такой овальной формы, колоннада насчитывает 284 исторические колонны, которые расположены в четыре ряда, высотой и глубиной 19 метров, связанные между собой с замкнутыми коридорами, которые расходятся у фасада. А внутри эти колонны, вот, к этой колоннаде есть специальные такие, такие специальные краники, из которых можно попить воду. Когда я там был, не в этом году, точнее, не в этом, а в прошлом году, было очень жарко, и постоянно люди приходили и пили эту воду, потому что для того, чтобы попасть в собор Святого Петра, пришлось постоять где-то, наверное, больше часа. Там очень много людей разных возрастов. Очень серьёзная система безопасности на вход проверяет, всё, и вплоть до ремней. Ну, понятно, что кто хочет, тот проникнет. Но, вообще-то, надо отметить, молодцы итальянцы, что проверяют, это здорово. И внутри, кстати, собора тоже очень много службы безопасности. Площадь, два фонтана работы Карла Модерна и Лоренцо Бернини. Между фонтаном установлен древнеегипический обелиск из розового гранита. Кстати, датируют его первым веком до нашей эры. В 1937 году Каллигула был такой император, доставил его в Рим. Обелиск высотой 25 метров, ревизион из Каира. Был сначала предназначен для ипподрома, там же оставался некоторое время. Но и в эпоху возрождения обелиск пытались несколько раз перевезти на площадь Святого Петра. Но, в общем, размеры требовали очень больших усилий, чтобы осуществить эту идею. Папа Сикс Пятый, под руководством архитектора-инженера Доминика Фонтане, Фонтане, ну, наверное, что по-разному можно сказать, Фонтана или Фонтане, перенёс обелиск. Задействовано было 900 рабочих, 140 лошадей. Говорят, такая была легенда, что верёвки начали рваться, и тогда один из людей, который стоял в толпе, кричал в воду на канаты. Вода проникла в канаты, верёвки стянулись, и обелиск успешно установили на пьедистоле. Это был капитан корабля Брэск из города Сан-Рэма. Папа Сикс Пятый отблагодарил капитана, и этот капитан стал иметь привилегию поставщиком Пальмам и Ватикан для отправления религиозного праздника Пальмового Воскресения. Говорят, что в золотом шатре, который венчает этот огромный обелиск, находится вах Юлия Цезаря. Кстати, если смотреть сверху на эту площадь, то она имеет форму ключа. Вот и всё. Всем пока, всем привет, до свидания.